Всем привет, с вами GSM Moskul. Сегодня мы погнем iPhone 5s и 6, а также корпуса к этим моделям. Мы не планировали снимать данное видео, так как такого материала очень много на YouTube, но все же сняли. И вот по какой причине. Что некоторым молодым людям удается с легкостью погнуть iPhone, однако другим это не удается. Где же правда? Давайте данный эксперимент мы усложним. Мы возьмем не молодого человека, а девушку. И давайте возьмем девушку, чтобы у ней был хороший маникюр. Для начала возьмем просто корпус. Сами телефоны будем гнуть в конце. Берем корпус. И вот легким движением девушка гнет корпус. Это корпус на iPhone 6. Вот так вот он легко гнется. Дальше. Берем еще один корпус на iPhone 6. Может быть у нас все-таки первый раз это было удача. Так же гнем. Тоже с легкостью гнется. Легко погнулся. Берем корпус на iPhone 6+. Вот вы можете видеть, что он ровный. Гнем. На 6+, корпус чуть-чуть посильнее. Но тоже погнулся. Небольшие усилия приложили. Теперь же возьмем корпус на iPhone 5s. И попробуем погнуть корпус от 5s. Корпус 5s не гнется. Его очень тяжело погнуть. Может быть чуть-чуть погнулся. Теперь возьмем телефон iPhone 5s и попробуем его погнуть. Ну, как и корпус, сам телефон, естественно, еще будет тяжелее гнуться. То есть он не гнется. То есть погнуть довольно-таки сложно. Теперь же возьмем iPhone 6. Не попробуем его погнуть. Все же вы учтите, что это телефон гнет девушку. Если вы на iPhone свой сядете, то, естественно, он сильно погнется. Или, допустим, уроните. Они очень сильно гнутся. Вот вы можете посмотреть. То есть девушка немного приложила усилий. И телефон уже гнутый. Вот еще немного усилий. Вот еще больше загнулся сам телефон. То есть телефон погнулся. В аппарате могут произвести, соответственно, в связи с этим поломки. Теперь мы разберем данный аппарат, чтобы убедиться, что в аппарате стоят все комплектующие. А не просто, допустим, он пустой, с пустым корпусом. Разбираем. Соответственно, если аппарат так легко гнется, он, соответственно, очень легко ломается. У каждого второго владельца iPhone 6, если вы посмотрите на него сбоку, вы убедитесь, что он у вас уже кривой. Хоть вы его и не роняли. И там не садились на него. Но после эксплуатации, примерно через год, они почти у всех кривые. Вот, вы можете посмотреть, стоит печатная плата, аккумулятор, все стоит. Теперь мы перейдем ко второму этапу. Теперь iPhone 6 и iPhone 5s погнет молодой человек. И посмотрим, какой будет результат. Вы можете убедиться, что аппарат ровный. Вот это iPhone 5s. Пытаемся гнуть. Пойдем. Немного изогнулся. То есть, вот немного, вы видите, изогнулся. Ну, и дисплей чуть-чуть лопнул. Но все же это как бы не так критично. То есть, iPhone 5s довольно-таки крепкий. iPhone 6, видите, можете посмотреть, он ровный. Теперь попробуем его погнуть. Вот он уже идет намного легче, гнется. То есть, намного легче загнулся. И критические изгибания печатной платы, аккумулятора, всех деталей. То есть, iPhone 6 погнулся очень-очень сильно. Теперь мы его тоже разберем, чтобы убедиться, что в аппарате стоят все детали. Как вы убедились на данном видео, даже девушка с маникюром с легкостью может погнуть iPhone 6 серии. Причем вся 6 серия легко гнется. И совет один. При эксплуатации данного аппарата будьте аккуратны. Открываем аппарат. Открываем. Открыли. Все. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки.